Шаббат Шалом Здесь Мушея объясняет, каких животных можно употреблять пищу и каких нельзя. Давайте прочитаем вместе стихи с 43 по 45 стих. 11 глава книга Левит. Я прочитаю сразу на русском. Точно так же, как мы читаем, Бог хочет, чтобы мы были святы. И то, что поможет нам быть святыми. Если мы не будем скверняться с всякими мелкими животными, которые бегают по земле. Мы можем увидеть из этого, что это не просто повеление, относящееся к пище. Но и то, что относится к духовной жизни. Мы говорим о том, что это слово нечистое. Это слово не просто от понятия, что оно нечистое, а от того, что оно закрыто. Сатум закрыто для Духа Божьего. Это глава очень проблемная. Потому что многие верующие в Ешуа совершенно не обращают внимания на кашрут. С другой стороны, ортодоксальные, ортодоксы, еще больше добавляют к тому, что было написано. Я хочу все немножко вернуть в пропорцию к тому, что было написано. Миктивые аккоды, что мы находим в Лавин, это как живут в годы для митвы, но в том, что есть магия оля вера. Из Писания мы можем понять значимость и серьезность повелений Божьих в соответствии с наказаниями, которые будут, если мы этого не будем исполнять. Есть повеления, за нарушение которых должно быть смерть, караются смертью. Есть такие повеления, за нарушение которых нужно принести все сражения, жертву. Это специфика для митвы, но я думаю, что нужно только привести к митву и легкости к дереву, и теперь мы увидим, что нечистые животные, если кто-то нарушает, он должен зайти в митву, помыться, и будет нечист до вечера. Из этого мы можем видеть, что заповедь о Кашруте, она, да, действительно важна нам, чтобы наполниться Духом Святым. Но если уже случилось, слопать что-то некошерное, можно омыться и быть нечистыми до вечера. Исследователи также говорили, что рыбы, которые без чешуи, они тоже нечистые. Их мясо, оно довольно-таки ядовитое. По сравнению с полезным мясом обычной рыбы, чистой рыбы. Точно так же, нечистые животные, как заяц или свинья, они очень сильно загрязняют организм человека. И в этом мясе можно найти всякие разные паразиты. Большинство верующих в Ишуа понимают, что и говорят о том, что вопрос Кашрута для нас уже не особо актуален. И поэтому я хочу сейчас прочитать несколько стихов, где сам Ишуа говорил о Кашруте, и понять, что же именно имеется в виду. И точно так же я хотел бы поставить ударение о том, что когда евреи говорят о еде, подразумевается именно чистая еда. Не все, что можно кушать, а именно чистая еда. Кашерная. Книга Евангелия от Матфея, 15 глава. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 15 глава. Мы прочитаем из 15 стиха. С 15 по 20 стих. Объясни нам эту притчу, обратился к нему Петр. Как и вы такие же бестолковые. Непонятно вам, что то, что входит в уста, идет в желудок, а оттуда выпрасывается в отхожее место. А то, что исходит из уст, исходит из сердца. Вот оно-то и делает человека нечистым. Ведь из-за сердца человеческого исходят злые помыслы, ведущие к убийствам, супружеским изменам, разврату, воровству, уже свидетельствам, сквернословию. Вот то, что делает человека нечистым, а есть неомытыми руками, это не делает человека нечистым. Если мы прочитаем всю эту главу сначала. Ортодоксальные верующие увидели, что ученики Ишуа едят неумытыми руками. И в соответствии с заповедями старейшин, они верили и понимали, что это делает всю еду, которую они кушают, нечистой. И здесь Ишуа объясняет, что это совершенно не так, что даже если человек кушает неумытыми руками, это не делает пищу нечистой. И в соответствии с этим мы можем такой вывод сделать, что может быть Ишуа имел в виду, что все, что мы не кушаем, все неважно, и оно не влияет на то, что чистая пища или нет. И здесь у меня становится вопрос, почему толкователи исторейшины, которые говорили это, Ишуа, они не порвали на себе одежду, и от ярости, видя, что он совершенно иначе толкует заповеди о кашлуте. С другой стороны, вы можете вспомнить, что когда и задуматься, почему Петр, после того, как он получил откровение с неба о всякого рода животных, почему-то он после этого не ел ничего нечистого. Затем, в Гаму, они учитывают для Иосиф, что Эх Ишуа, ахрезе, яхол, витон, Бо мне кратить, Петр, Хамеш, Пасуг, Швайцер, Весрим, Матай. Евангелие от Матфея, давайте откроем и прочитаем. Пять, Хамеш. Пятая глава, Семнадцатого по двадцатый стих. Ишуа говорит, не думайте, что я пришел отменить законы или пророков, не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли небо и земля, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе, все это сбудется. Того, кто нарушит хотя бы одну из самых малых заповедей и научит этому людей, Бог назовет самым малым в Царстве Небес. А кто исполнит и других научит исполнять, того назовет великим в Царстве Небес. Говорю вам, если вы не будете исполнять волю Бога лучше, чем фарисеи и учителя закона, не войдете в Царство Небесное. Из этих фраз мы видим, что и можем понять, что никто, ни фарисеи, ни учителя закона, ни Ишуа сам, ни его ученики, никогда не говорили о том, что заповедь Акашута не важна и не актуальна. Давайте прочитаем о том, как Петр в Деяниях Апостолов говорит сам обо всем этом. Деяния Апостолов, 10 глава. Десятая глава. С 14 стиха прочитаем. Когда Петр получил повеление, заколи и ешь. Ни за что, Господь ответил Петр, я никогда не ел ничего поганого или нечистого. И снова во второй раз раздался голос, не тебе называть поганым то, что объявил нечистым Бог. Так повторилось три раза, и полотнище такчас поднялось в небо. Давайте посмотрим с 28 по 29 стих в этой же главе, как Петр объясняет то, что произошло. Вам известно, что наш закон запрещает иудею общаться с иноплеменниками и входить к ним в дом, обратился к ним Петр. Но Бог повелел мне никого из людей не называть поганым или нечистым. Вот почему, когда за мной послали, я пошел без возражений. А теперь я хочу знать, по какому делу вы за мной посылали. В общем, сегодняшний раз, иудеям запрещено общаться с иноплеменниками, потому что они также нечисты, и каждый, кто общается с ними, может стать нечистым. И здесь, через вот это явление Петру, этого полотнища с нечистыми тварями, Бог объясняет и Петру, и другим, что другие люди точно так же чисты, как и вы. Здесь не говорится о еде вообще. Давайте прочитаем из пятнадцатой главы книги «Деяния апостолов». Также двадцать восьмой и двадцать девятый стих. Пятнадцатая глава «Деяния», двадцать восьмой и двадцать девятый стих. Здесь также апостолы выносят решение не нагружать слишком много язычников нашими традициями. Святой Дух и мы решили не обринять вас ничем другим, кроме следующих обязательных предписаний – воздерживаться от употребления в пищу того, что принесено в жертву языческим богам, от крови и мяса удавленных животных, а также от разврата. Поступайте так, и все будет хорошо. Это действительно единственный стих, где разрешается язычникам кушать все остальное, кроме вышеперечисленного. Но здесь говорится, если вы обратили внимание, только к язычникам, не к евреям. Я также хочу прочитать из первой главы «Послание к Титу», первый стих. Первая глава с 14-15 стиха. Не внимайте иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого, но сквернены и ум их, и совесть. Я хочу обратить ваше внимание, что Павел Шауль говорит о еврейских постановлениях, еврейских традициях и преданиях. Он не выступал против нечистой еды. Он выступал против дополнительных обрядов и дополнительных обременений. Как постановления заповедей и учения человеческие. Он никогда не выступал против Торы Божьей. Также, если вы почитаете послание римлянам и каримфлянам, апостола Павла, там также пишется идоложертвенным. И в конце я хотел ободрить нас и подвигнуть для того, чтобы мы исполняли все заповеди Божии, даже если они кажутся нам странными и непонятными. И в конце это окажется только к нашей пользе и к нашему благоденствию. Моше Катув в дворе, Парик 6, Пасух 3, «Вешама Тейсер, вешамарта леасот ашер, и ате влеха в ашер тирбун меот». Второзаконие. Точно так же, как написано в книге «Второзаконие». Шестая. Парик 6. Шестая глава, третий стих книги «Второзаконие». «Слушай же, Израиль, строго соблюдайте и исполняйте все это. Тогда вам будет хорошо, и вы станете многочисленны на земле, источающие молоко и мед, как обещал вам Господь, Бог отцов ваших». Я еще хотел добавить что-то небольшое. Все, что связано с Кашрутом, это не влияет на наше спасение. Оно связано с тем, как мы слушаем заповеди Божии, и как мы готовы их соблюдать. Спасибо. Это было почти академическое учение, то, что Федор сделал сегодня. Я думаю, что очень хорошо понять то, о чем говорил Федор. Я иногда получаю множество вопросов. Я не еврей, но я живу в Израиле, и должен ли я соблюдать Кашрут? Я думаю, что да, потому что написано в Торе. Когда не еврей, как пришелец, хочет жить среди Израиля. Он находится под сводом тех же законов и повелений, которые Бог дал всем нам. Но вне Израиля, что он хочет, то он может делать. Но очень хорошо, очень важно то, что Федор сказал, что законы о Кашруте никаким образом не связаны с вопросами о нашем спасении. Иногда люди спрашивают, вот я свинины покушал, или нечаянно, или специально, так что я сейчас погибну. А затем, вы знаете, что это очень удобно, чтобы качать к этому, что называется Мишпат Элухи. Вообще, глупость задумываться и входить в смысл этого понятия, как заповеди и суд Божий. Потому что о суде Божьем написано, что Бог смотрит на вещи совершенно по-другому. Но этот нюанс послушания и точности в исполнении заповедей Божьих, Это больше относится к тому понятию, слушаемся мы отца или нет. То есть, если нужно делать и пить кашель кашель, Так, к вопросу, стоит ли делать, соблюдать кашруты и кушать кашельную пищу? Меколь пинах, да. Со всякого поворота, со всякого завита, да. Особенно, если ты относишься к народу Израиля. Если ты живешь здесь. А за ней умир Федя, коляководна, тата лану, Мама Шлемут, то вану. Он дал нам очень хорошее учение.